Максим, я играю на гитаре. Меня зовут Илья, я танцую и пою. Сколько лет у Леолукоя? Ну, если говорить серьезно, то вот нынешнему нашему составу всего год. А на какую музыку вы ориентировались, когда начали играть вот в этом стиле? Ну, ориентировались мы сначала на неоромантику и на такую лирическую музыку, но вот в последнее время, что-то нам стало скучно с лирикой, и мы поэтому увлеклись модной танцевальной музыкой. Расскажите, пожалуйста, вот как у вас с концертами дела обстоят? Ну, последний месяц мы выступаем практически каждую неделю. А где? Ну, вот мы выступали в Дворце Пионеров, в Оренинских горах, но в таких концертах сборных с разными московскими группами. Как вот вы сами чувствуете, сколько у вас публики? Ну, на сегодняшний день с каждым нашим концертом, я могу сказать, что публике у нас все прибавляется и прибавляется, потому что вот нашей последней программе всего практически три месяца. То, что вы делали у нас в студии, было с некоторыми элементами шоу, такого сценического, а вот эти вещи кто придумывает? Они все рождаются, так скажем, спонтанно, потому что все это на сцене, у нас нет продуманного имиджа, все это вот как захотелось, так и повелось. Ну, вообще говоря, без продуманного имиджа странно рассчитывать сегодня на что-то. В нашей стране вообще странно рассчитывать, что что-либо продумано. Ну, все-таки и к тому подается. То есть мы думали о имидже, но сейчас это абсолютно бестильно. Мы хотели быть естественными, по-моему, это самый главный имидж, а быть естественным для зрителя. А что значит естественные? Ну, то есть вот какие мы есть в жизни, такие мы должны быть на сцене, чтобы все это было реальность, вот такая существует. Искусство это ведь не реальность? Ну да, искусство не реальность, но смотря какой искусство, смотря как к этому подходить, мы реальному занимаемся. Если вы хотите нравиться, возможно, большему количеству людей, все равно вы должны что-то придумывать искусственно. Нет, да, мы хотим нравиться и в то же время, чтобы нам было в кайф. А все-таки почему Оля Лукоя? Ну, Оля Лукоя, да в детстве сказок начитались. А на самом деле очень интересно на русский язык переводится, это закрой глазки. Именно не закрой глаза, закрой глазки. Очень такое странное название. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А небо безумно лепое, В башке бесконечно светло, По небу летят паровозы, Нам всем уже башни светло. Когда наступит вечер, я возьму тебя за плечи, Обратусь к врачу, я тебя прошу. Когда наступит вечер, я возьму тебя за плечи, Обратусь к врачу, я тебя прошу. Когда наступит вечер, я возьму тебя за плечи, Обратусь к врачу, я тебя прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы познакомились с тобой за иконой год назад, Твои глаза сказали «да», поймав мой жадный взгляд. Покончим с копья, сели мы на твой велосипед И обгоняя шпури, поехали на флэр, на красный свет. Я был невидим, как владелец, скромен, как монах, Пока в тот день я не увидел страх, страх, страх в твоих глазах. Потом мы делись с тобой каждый божий день, Мы прятались от солнца в ночь, мы так любили день, И я не знал, кто послал тебя ко мне, рай или ад. Я буду жить и думать, и представь, кому был крайне рад. О, да. Я был готов презреть служебный дом, забыть о всех, друзьях. Я слышу тебе, чтобы только видеть страх, страх, страх в твоих глазах. Я был уволен с работы, я ухудел, Я так мало спал, и я так крепко ел. И так прошло все лето, и осень так прошла. Пришел декабрь, и вместе с ним ты от меня ушла. О, этот Дед Мороз не так уж носит, он обскакал меня. И я не знаю, что делать, где искать тебя. О, где? И снег стучит в мое вновь, и полощадь в часах. Удай мне шанс, в последний раз увиди страх, страх, страх в твоих глазах. ГРУГ Субтитры сделал DimaTorzok